Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас на канале экстремального программирования Extreme Code. Кхм, извините. Вот так-то лучше. В этом видео мы с вами поговорим о полиморфизме. Вообще, чёткое определение, чем является полиморфизм в программировании, достаточно трудно выделить. Но давайте на данном этапе пока условимся, что полиморфизм – это способность чего-нибудь к какому-нибудь изменению. Существует достаточно большое количество всяких там полиморфизмов. Но пока можно взглянуть вот на эту простенькую схему. Первые два пока нахуй не нужны. А вот полиморфизм подтипов относится к третьей и последней концепции ООП. Он-то нам и нужен. В многих литературных источниках, статьях, видео и прочих помойках говорят об обычном полиморфизме подтипов как об обычном полиморфизме. В контексте речи об объектно-ориентированном программировании это допустимо. Но знайте, что полиморфизм в программировании не ограничен лишь объектно-ориентированным подходом. Особенно учитывая, что в C-Sharp присутствуют и другие два проявления полиморфизма, но о них позже. Давайте всё-таки узнаем, что ж всё же означает полиморфизм подтипов. Это возможность объектов с одинаковой спецификацией иметь различную реализацию. О боже. Не, ну на самом деле не всё так уж плохо. Принцип полиморфизма достаточно просто понять, увидев его один раз вживую. Давайте поставим себе простую задачу. Создать виртуальный зоопарк и заставить каждую зверушку издать какой-нибудь звук, дабы убедиться в том, что она жива. Полиморфизм подтипов в ВОП плотно завязан с наследованием, и без наследования им пользоваться не получится. Тут его название как бы намекает. В дальнейшем я буду его называть пока просто полиморфизмом, так что не путайтесь. Ладушки, вспоминаем прошлый урок и начинаем разработку с создания класса Animal, который будет у нас служить основой для других зверей. По традиции добавим какое-нибудь свойство, к примеру, Name будет служить кличкой зверя в зоопарке. Окей, теперь необходимо создать метод, который будет содержать реализацию Roar для животного, исходя из поставленной задачи. Давайте сделаем это, модификатор доступа паблик, возвращаемый тип Void, имя метода GetRoar, который не принимает никаких параметров. Внутри метода при помощи ConsoleWriteLine выведем простой текст, без какой-либо конкретики. Хорошо, оставим пока все как есть, и сейчас я создам быстренько пару классов для конкретных зверей, Cat, Dog, Red и Boozer, и унаследую их всех от класса Animal. Теперь перейду к методу Main и создам массив объектов Animal с размерностью 4. Я создам экземпляры всех зверушек и при помощи обкаста помещу их в массив Animals. Далее при помощи цикла я пройдусь по массиву и вызову у каждого объекта метод GetRoar, ну и ConsoleReadKey в конце. Давайте запустим и посмотрим, что вышло. Ну, в принципе, ожидаемо. У всех отдельных наследников класса Animal одна и та же реализация метода GetRoar. Так что ожидать чуда было бы глупо с нашей стороны. Теперь вступает в игру Polymorphism. В C-Sharp помимо того, что мы можем добавлять методу и его модификаторы доступа, есть возможность добавить спецификатор. Один из таких спецификаторов называется Virtual. Virtual дает нам следующую возможность. Некий метод может содержать в себе реализацию, но в случае чего мы можем его переопределить, или так скажем запилить новую реализацию. Добавим этот спецификатор к нашему методу GetRoar. Вот так вот. Но по сути-то нифига не поменялось, все осталось как есть. За исключением того, что теперь у конкретных наследников класса Animal мы сможем изменить реализацию метода GetRoar. Заходим в любой класс и начинаем вводить метод. Все точно так же, как мы делали в классе Animal. Его модификатор доступа, тип, имя и параметры, если они вдруг присутствуют. За одним лишь отличием. Вместо спецификатора Virtual мы используем спецификатор Override, что переводится как переопределение. И вот теперь мы можем сделать новую реализацию для виртуального члена класса, а потом и для всех остальных классов. Запускаем и смотрим, что вышло. Вот. Вот что нам нужно. Мы обращаемся к каждой зверушке обобщенно, не зная конкретно, к какому именно зверю из массива мы обратились. Но при помощи полиморфизма каждый экземпляр класса выполняет свою работу в зависимости от того, как мы переопределили метод. Окей, для тех, кто в танке, давайте взглянем чуточку ближе. Мы создаем экземпляр конкретного типа Boozer. Далее, при помощи приведения типов, приводим его к родительскому типу Animal. Заобкастили, так сказать. В контексте работы с Animal мы не знаем, какой конкретный экземпляр какого типа в нем хранится. Но нам этого и не нужно знать. В этом-то вся и прелесть. И, соответственно, при вызове метода GetRore вызывается переопределенный метод класса Boozer. Хочу отметить, что реализация метода базового класса никуда не пропадет. Просто в случае переопределения мы как бы перекрываем старую реализацию метода новый. Если мы создадим новый класс наследник и не переопределим метод, то у его экземпляров будет вызываться метод родительского класса. Также стоит отметить, что виртуальные члены класса представляют его полиморфный интерфейс. А это значит, что мы имеем право переопределять этот интерфейс в дочерних классах. В общем, это все пока, что я хочу вам сказать о полиморфизме. В скором времени мы еще неоднократно к нему вернемся. И в других его проявлениях. С вами был канал экстремального программирования ExtremeCode. Подписывайтесь, заходите в паблюк в ВК, ставьте лайки. Всем пока!